Ищешь новогодние подарки? Что-то интересное, технологичное и выгодное? Подари подписку на ВК-музыку. Здесь миллионы плейлистов и подкастов, тысячи книг и радиостанций. Прямо сейчас подписка на ВК-музыку на год по суперцене 899 рублей. Смотрите, вы, если что, не бойтесь, отвечайте честно. Мы потом на монтаже ваше лицо заблюрим и голос изменим. Зачем? Ну, вы же в ОПГ состояли. Это просто сценарий. А, ну смотри сам, как хочешь. У нас в гостях сегодня Рузиль Минякаев. Есть они? Санне. Че, татарский знаешь? Нет, просто не знаю, как «привет» на русском будет. Привет. И Санне, Рузиль. Че с лицом? Да, в «Универсаме» сказал, что универсамовские чушпаны. И меня продавщица избила на кассе. Аккуратней. Ну да, в следующий раз буду аккуратней. Первый раз на интервью. Ну, на таком большом, да. Ну, значит, теперь запомни. Ты теперь пацан. Ты на интервью. А вокруг камера. Не сложно запомнить. Повторишь? Да. Не надо. Я вижу, что тяжело. Давай для начала подписчиков с Новым годом поздравим. Там легко. Вот. Листочек. Там, где «Богдан» написано «Я говорю», там, где чушпан, ты. Тут ты чушпан. Ты угораешь, что ли, сейчас? Я вчера, вообще-то, пришился. «Богдан Нью Баунс». Так что, «Боге Адидасу» привет передавай. Ты куда пришился? Да, я с этими теперь. С «Вкусвиловскими». Гоняю. Много вас? Да, семеро. Я самый младший. Но самый старший. Ну, типа старший. Женщины в основном. Я их тоже тренирую, на коробке вообще ничего не получается. Ну, взрослые, старые женщины. Я им тоже говорю, «Вы не готовы все!» Сейчас, сейчас. Сейчас для тех, кто не смотрел сериал, постараюсь как-нибудь аккуратно и без спойлеров спросить. Адидас навсегда ушел или он еще вернется под другим именем? Не знаешь? А цифры есть у него? Позвоните. Потом. Потом позвонишь, спросишь? Позвоню. Напишу тебе. Напишешь мне? Да я здесь буду рядом стоять, когда ты будешь звонить. Хорошо. Или все равно напишешь? Все равно напишу. Все равно напишешь? Ну, смотри, как удобно тебе. Я сейчас не разбираюсь в школьниках. А вы пишете даже когда в этом, да? В школьниках. А вы не в школе учились? Я не в школе учусь. Хорош. Реально. А за партой? Вы не сидели в России? Нет. Ты перепутал с сериалом. А, ты на самом деле не в школе? Мне 24. 24 года? Ну, это ты скрываешь, типа, что ты не в школе? Типа, просто туговато идет? Да, я... Учеба. Никому не говорю, что я учусь в школе, на самом деле. Да? Блин, ну... Ничего страшного, на самом деле, нет. Наоборот, респект за упорство. То, что 24, ты до сих пор там... Стараюсь до 11-го дойти. Да, ну, видишь, только не хулигань. Главное, да? Когда мне сказали, что к нам придет звезда сериала «Слово пацана», я, признаюсь честно, как минимум на Янковского рассчитывал. Или наоборот, ну, да. Нет, вообще, в идеале, это отец Айгюль. Почему? Почему Ильдус Абрахманов? Может, потому что он легенда? Такой актерище разноплановый. То папу Эдика сыграл в «Реальных пацанах», то папу Айгюль в «Слове пацана». Вот ведь талант у человека, да? Всем в отце годится. Да. Легенда. А вы его видели вживую? Видел. Да? Реально? И что, какой он в жизни? Как папа. Как папа? Ну, такой же простой, в смысле? Да. Привет ему передавайте большой. Обязательно. Ильдус? Просто машина. Ильдус – машина Абрахманов. Он бы был, если бы в «Смехе без правил» участвовал. Ага. Может, она участвовала? Никто не знает. Ага. Новый год проведи с ВК-видео. Приложение скачай ВК-видео. Ваш герой. Кто он? Ну, простой пацан с улицы. Странный выбор. У меня Гагарин. Ну, кому-то не очень интересно разговаривать. Или интересно вам? Мне? Интересно, да. Вам интересно? Да. Лучше, чем в школе сидеть. Да? Ну, а пальто вообще сейчас в тюрьме сидеть? Тоже. Ну, ему-то, да. Вы ему отправляете что-то там? Ну, так, периодически там. Печеньки. Сколько ему, кстати, осталось сидеть? Он успеет только второму сезону выйти? К второму, да. Подождем его. Подождете? Сколько ему дали? Я не уточнял. Вообще, да, все равно. Ну, сидит и сидит. Ну, сидит и пусть, да, спокойно там сидит. У вас уже своя жизнь. Да. Понятно. Но его в 89-м посадили. Так. Сейчас 23-й уже. Сейчас скоро должен выйти. Да? Ну, думаю, да. Это сколько он сидит уже? Сколько? 34 года? Да. Что-то даже, по-моему, много ему дали. Ну, так он и что? Он и торт украл. А, ну и торт. Ну, за торт, да, наверное, 15 накинули. За торт обычно, да. Сколько там пожизненно, мне кажется, ему скостили, то, что он малолетка. Ну, в общем, да, скоро должен выйти. Ну, все, ждем. Ваша цитата. Между плохой ролью за многомиллионный гонорар и хорошей ролью за копейки вы выберете второе. Ну что ж, у меня для вас есть предложение. Если это видео наберет один миллион лайков, мы тоже переснимем восьмую серию слова пацана. Как тебе? Да что ты там добавишь? Ну, есть идея. Большая конкуренция на роль Маратика была? Да, большая. Я слышал, что не особо. Что были только вы и Леонид Каневский. Я даже слышал, что Леонида Каневского утвердили уже, но он отказался усы сбривать. Сказали, типа, ну, Лень, типа, в 14 лет странно, что ты с усами гоняешь. И там мать еще потом, Айгюль, сказал, что не хочет, чтобы она с 80-летним мужчиной целовалась. Поэтому меня утвердили. Угу. Все сошлось. Угу. Повезло, что усы не растут. Ну, да, повезло, что, да, он все-таки отказался усы брить. Но он бы сильно, мне кажется, тоже бы сыграл. Да, никто не сомневается. Представляешь, когда если вот он тоже идет? Скорбуль, да. Да. Только в коробку он бы приходил, чтобы все равно в дверь заходить сюда, потому что он не перепрыгнул. Говорят, что вы стали актером не из-за таланта, а из-за связей. Каких связей? Ну, в смысле, каких у вас отец Бурунов? Или вы думали, он усы наклеит и все, типа, никто не заметит, что он Бурунов? Спалили. Да, спалили. Папе привет большой. Хорошо. Тоже нам отказывал в интервью. Я передам ему. Передайте. В следующий раз к ним приду. Да, серьезно? Блин, круто. А он сейчас, не он вас привез сейчас? Нет. То есть вас отпускают спокойно так одного? Спокойно, да. Я сказал, что я в школу пойду. А, да, и вы прогуляли сейчас, вы сейчас прогуляли школу ради интервью? Ради интервью. Блин, респект. Вообще, ну, учеба отстой. Да. Да? Можете в камеру сказать для всех, сейчас выпускные скоро. Учеба отстой. Да. Где-то написано, что вы родились в мае. А где-то, что в Татарстане. Так, где в итоге? И там, и там. Ну, понял. Не хочешь отвечать. Понимаю. Маратик. Ярузиль. Почему? Мама так назвала. А Маратом кто назвал? Папа? Сергей Саныч. Сергей Саныч? Он отчим, что ли? Почему Сергей Саныч? Сергей Саныч Брунов. Вы его Сергей Саныч называли? Странно очень. Можно уже папой называть. Не привык пока. А, кстати, Рузиль. Это тебе. Тебе. И еще тебе. Мне это больше не надо. Я подключил Винг. Там тысячи фильмов и сериалов. В одном онлайн кинотеатре. А сейчас еще и 60 дней подписки бесплатно. По ссылке в описании. Ваш рост 172 сантиметра. Получается, у вас S-очка? Да. Я так просто тренируюсь. Понимаю, я не понимаю. S-очка? S-очка. В 2021 году вы играли гнома в уличном правосудии. За два года вы выросли. Ну да. От гнома до подростка. Угу. Через два года буду играть уже там совершеннолетних. Ну, не загадывайте, конечно, но я желаю вам, да, что уже там какого-нибудь 17-летнего парня можно будет дать роль. Имя Рузиль означает «счастливый». Вы были Рузилем до выхода слова «пацана»? Да. Но не таким Рузилем, как сейчас, да? Сейчас вы, наверное, ой, какой Рузиль. Сейчас-то да. А много заработали за этот сериал? Не скажу. Попрыгай. Нет. Ок. В 2024 году выйдет сериал «Подслушно в Рыбинске», где вы исполните роль Ширмика. Как же вам сейчас надо, наверное, за эти месяцы до выхода сериала славой насладиться, да? Типа ее потом не будет? Типа ее потом не будет. Вообще. Ширмик — это из фиксиков какой-то персонаж? Продолжение фиксиков снимаем, да? Типа возвращение. Возвращение, да? Легенда Ширмик с болтиком там, да, встречается? Круто. Да. Слышали, что сериал «Слово пацана» обогнал по рейтингу «Игру в кальмара»? Да. А в чем прикол? Это же вообще как можно сравнивать сериал и игру? Так «Игра в кальмар» тоже сериал. Дурак, что ли? «Игра в кальмары» — это когда кальмар под музыку передаешь по кругу, на ком музыка останавливается, тот и город называет. Какая-то тупая игра. Ну да. Поэтому вы ее обогнали. Наверное. Ну что, Рузиль, потанцуем немножко? Как там? Ну, если понравится, присоединяйся. Ты будешь танцевать-то? Это тупо выглядит. Не так эпично, как у вас в клубе. Ты попой хотя бы, я не знаю. Давай ты. Ты не будешь тоже петь? Мне, кстати, не очень нравится с тобой танцевать. Пойду воды пока попью. Угу. Фу. Все, хорош. Устал. Да. Ну, это и так все, честно говоря, помогаешь мне. Вот все сейчас говорят «Казанский феномен» — «Казанский феномен». А для меня «Казанский феномен» — это Гюк Дениз Кара-Дениз. Почему? Ты не знаешь Гюк Дениза Кара-Дениза? Угу. Серьезно? Футболист. Рубина. Пересмотри его лучший момент. Пишите в комментариях, кто помнит легенду. Кара-Дениз, респект. У вас есть сестра-близняшка Рузеля. Да. А в сериале, случайно, не она вместо вас играла? Просто вы там дрались, как девчонка. Поэтому я подумал, что странно. Почему как девчонка? Какие-то движения странные были. Девчачьи? Ну да, там. Как это примерно? Ну, типа, уйди я. Или не так было? Нет? Ты какой-то другой смотрел сериал. А, да? А вот дрались, когда-нибудь по-настоящему? Да. Давно, давно. Давно? Во сколько? В три? Лет в двенадцать. Ну, два года назад. Ну, получается так. Так же, как в сериале? Нет, не так. Там было быстрее. Быстрее. Ты выиграл. Я выиграл. Я ударил и убежал. А он за тобой не побежал. Он за мной побежал. Но ты был быстрее. Я побыстрее. Ну, это победа. Ну, считается, да. Ну да, по очкам ты выиграл, получается. Один. Одно очко у меня. Он один удар, он ноль. То есть, по сути, да. У Айгюль поцелуй в сериале это был первый поцелуй. У вас тоже? Я женат. Это вырезать? Да? Потому что Айгюль не поймет. Про Айгюль, кстати, вообще бы не подумал, что она с плохой компанией свяжется. Семья такая примерная. Мама космонавт, папа учитель. Айгюль не уследили. Не уследили. Ну, да, тут, как говорится. Ну. Угу. Ну, понимаете. Да, прекрасно. Лестые слеплись. Помочь? Да, есть слюна? Да, конечно. Если что, обращайся. Да слюнай. Могу тебе баночку. Баночку перед уходом. Нацедить? Чуть-чуть. Чтобы в следующий раз. Блин. Не знаю. Промокнул. Угу. Мы, кстати, разыграем эту слюну. Среди этих маленьких подписчиц. Чтобы они разорвали мой палец. За лучший комментарий. Все, бегом в комментарии придумывать самый смешной комментарий. Правильно? Все, за самый смешной. Банк. Банкочку отправим. Да. По почте, да, если там в другом городе вы. Блин. Завидую тому, кто получит. А может, и я, кстати, получу. Я очень хорошие комментарии пишу. Киноляп в сериале нашел. Хотел вам рассказать. Там после того, как Айгель спрыгнула, она потом онлайн была в соцсетях и фотки выкладывала. Ну, это так просто на будущее скажите, чтобы те актеры, которые умерли, не болелись. Ладно. Да. То есть она и эфиры вела там, по-моему. Это вообще норм? Не знаю. Я недавно только... Ну, так не умирает. В кино. Да, то есть у меня детство совершенно по-другому умер. То есть он умер, и все там. был в сети там шесть лет назад. Кстати, знаешь, почему у Жоры Крыжовникова дома всегда чистый туалет? Почему? Слив хорошо работает. Угу. Понимаешь? Да. Типа седьмую-восьмую слили. Не, я был у него дома. Туалет блестит просто. Всегда очень чисто. Ты был у него дома? Да, мы друзья большие. Правда? Да. С Жорой? Да. Давно? Ну, лет одиннадцать, наверное, мы дружим уже. Мы вообще постоянно компашкой собираемся. В туалете? Угу. Жора Крыжовников, Майя Абрикосов, Миша Грушевский, группа «Фрукты» и я. И что делаете? Пиздем. А как вы познакомились? Ну, на аттракционах. В Луна-парке. На карусели? Угу. Ну, ничего интересного не было. Просто познакомились. Такая история не очень интересная. Такой еще вопрос. Почему «Мать Пальто» только в четвертой серии в психушку забрали? Хотя она уже с первой не алло, по-моему. Почему? Ну, она ходила, какая-то нервная. Не знаю. Это ты у Жоры спросишь, когда с ним увидишься. Да-да-да. Она жена его, кстати. Она не любит тоже, когда мы собираемся. Она не любит? В туалете у него, да. Опять пришли в «Толчке» сидеть. Сейчас до утра будете. Сиг курить. Она же мне разрешает. Я хоть и не в Комсомоле, но тоже связи есть. Новогодний подарок тебе подготовил. Знаю, что тебе такое уже дарили, но вроде тебе понравилось тогда. Иди сюда. С Новым Годом. Ты что мне с ним делать? Не знаю. Толчок там. Ну, что ты сидишь, он по часовую оплату берет. Я уже был с ним в «Толчке». Сейчас не будешь? Хватит. Ладно, иди в «Толчок», жди меня там. После интервью подойду. Не пропадать же подарку. Не секрет, что во втором сезоне Айгюль останется жива. Или секрет? Секрет. Кто вам дороже? Я или мама? Мама. Прости. Пацаны не извиняются. На тебя чушь, пан, прощаю. Уважаю твой выбор. У вас в сериале была шапка-петушок. Просто шапка. Ну, я так и сказал. Ты сказал «Шапка-петушок». Нет, я сказал «Шапка-петушок». Типа я петушок. Нет, я сказал «Шапка-петушок». Фанфик про вас и пальто написал. Почитаете вслух? Нет. Давайте я. Пальто снимает пальто. И тут Маратик просто как сам не свой. Ладно, хватит. А что ты мне сделаешь? Ничего, я просто уйду. Все, давай. Все? Пока. Маратик, спасибо за интервью. Это не мое. Мой ты в пол, сука! Ах, бля! Маратик, сука малолетняя! Только это и можешь! Маратик, сука малолетняя!